Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 123. Он входит в сборник песен восхождения, то есть в по 17-ю кофизму. Сегодняшняя беседа, как и многие другие, записывается в Сретенской духовной семинарии редакцией портала экзегет.ру. Видеозаписи наших лекций вы всегда можете найти на портале экзегет.ру. 123. Псалом. Это гимн благодарения за избавление народа от врагов. Псалом начинается с вопроса общины, а что могло бы случиться, если бы Господь не защитил Израиль. В следующих стихах народ соглашается, что не выжил бы под натиском противников, которые подобны бурным водам моря. В завершение Псалма община благодарит Господа за то, что не отдал народ на растерзание врагов. Примечательной особенностью гимна является повторение слов «Если бы не Господь был с нами» в начале первых двух стихов. Скорее всего, они произносились разными лицами. Вопрос священникам, ответ народам. Триезда, повторенная тогда в третьем-пятом стихах, в древних текстах дает развернутый ответ на вопрос «Что было бы с нами, если бы не Господь?». Первый, пятый стихи. Стихи первый и второй являются примером ступенчатого параллелизма, в котором второй стих повторяет первый, затем добавляет описание обстоятельств. Такая поэтическая форма организации текста привлекает внимание слушателей, заставляет их согласиться с высказанным утверждением, да скажет Израиль. «Опустошительная сила врагов изображается в виде свирепого морского чудовища, которое способно проглатывать людей целиком, а также в виде наводнения, в бурных потоках которого можно утонуть. Редкое еврейское слово «тогда», которое встречается в Ветхом Завете только здесь, в трех строках вводит описание того, что случилось бы, если бы не помощь Господа. Образ безудержной и свирепой морской стихии и стремительных потоков наводнения встречается в других псалмах как символ природной стихии и как символ вышедших из своих границ языческих народов. Яркий образ подчеркивает злобу врагов Израиля. Всепожирающим монстром считался Шоу. Проглотили бы живых, значит, убили бы нас. Псалмопевец словно усиливает драматизм ситуации, постепенно прибавляя к изображению природной стихии все более зловещие черты. Сначала это воды, затем поток, наконец, бурные воды. Слово «бурные» редкое, нигде более в Ветхом Завете, кроме данного псалма, оно не встречается. В шестом-восьмом стихах народ благодарит Господа за спасение от врагов. Благословен Господь, ибо Он услышал голос народной молитвы. Враг, словно хищный зверь, как лев, зубы которого могут жертвы растерзать очень быстро. Враг не только дикий зверь, но и умный охотник, который расставляет свои сети для ловли птиц. Но каким бы Он сильным и умным ни был, Он всего лишь человек. Господь освободил народ от вражеских сетей. Ловушка птицелова сломлена, и мы убежали. Наша помощь в имени Господа означает «наша помощь исходит от Господа». Его роль как Создателя неба и земли подчеркивает не только Его участие в творении мира, но и способность укоротить силы первозданной пучины. Псалом заканчивается исповеданием веры в Бога, который когда-то сотворил мир, но, почив от всех дел, не оставил о мире своего попечения, и вмешивается, когда требуется, чтобы обуздать стихии, переступающие свои границы. По святителю Афанасию Александрийскому, вошедшему в иудейскую землю, произносят пятую песнь восхождения в благодарность за то, что избавились от плена. По Златоусту Бог не сразу дал им безопасность, а постепенно, чтобы они не забыли уроки плена и научились любомудрию. 123-й псалом – это не песнь агрессивно настроенных граждан, которые радуются, что Господь усмирил их врагов. Данный псалом – это песнь смиренного благодарения набожных людей, в которой признается ограниченность человеческой природы. Человек был создан из праха земного. Конец его пути – вернуться в землю, с которой он был сотворен. Без Господа он не может себя защитить, спасти. Без Господа он не может даже сделать доброе дело. А с Господом он может все. Ему ничего не страшно. Отсюда понятен риторический вопрос апостола Павла. Если Бог за нас, кто против нас? Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok